Сочи обладает специфической местностью. Есть и равнины, и горы, и море. Поэтому работа городской спасательной службы требует опыта, постоянства и самоотверженного труда. И здесь немаловажную роль играет как планирование, так и быстрая реакция на происходящее. В 2017 комиссия по чрезвычайным ситуациям провела 87 заседаний. Именно столько раз горожанам угрожала опасность. Но благодаря работе этих людей сочинцы об этом узнали только сейчас и то из отчетов. Четкое качественное выполнение задачи по предназначению, чтобы наше население понимало, что спасатели есть, готовы всегда прийти на помощь. Самое главное – вовремя все сделать. Вовремя были проведены не только спасательные операции, но и учебные тренировки. Обучение проводилось на различных предприятиях и в учебно-методическом центре края. Для этого привлекались различные силы – федеральные, краевые службы, Росгвардии и медики. В течение всего года проведено 11 ежемесячных занятий внутриградских районов, в которых приняли участие тысячи человек. Техника – ввод, без чего невозможна работа спасателей. В этом году ее парк обновился. Впереди запуск нового оборудования. В настоящее время переходим на систему 112. Сейчас активно проводится работа. Я думаю, что в 2018 году мы запустим новую для города. Это система необычная, но я думаю, что она будет функционировать. Спасатели планируют использовать новую систему для подготовки к главному событию – Чемпионату мира по футболу. В связи с этим уделяется особое внимание стадиону «Фишт». Уже установлено порядка двух тысяч камер наблюдения как на общих объектах, так и на отдельно значимых. В работе службы спасения очень важны сами люди. Каким должен быть спасатель – однозначного ответа нет. Этот человек – 10 профессий одновременно. Как сила, как ум, как добросовестное выполнение служебных обязанностей он должен не бояться. Должен всегда быть первым на высоте, идти в бой и делать свою работу только на отлично. В завершение заседания отличившихся сотрудников службы поблагодарили за блестящую выполненную работу. Спасателям вручили почетные грамоты и награды. Гелена Овзецина, телекомпания «ФКТ». Гелена Овзецин. Гелена Овзецин. Продолжение следует...